Добрый день, дорогие друзья! Всем салам алейкум! Рад снова всех вас приветствовать на моем ютуб-канале. Сегодня мы будем готовить вот такую баранину, ребра барашка. Готовить будем по необычному рецепту, методу точнее скажем. Будем выкапывать яму и запекать его в этой яме. А прежде чем начать готовить, друзья, я вас всех попрошу подписаться на мой канал, поставить лайк, а также написать комментарий. И если вам не трудно, подлиться этим видео с своими друзьями и близкими. Для меня это очень важно. Ваша поддержка меня мотивирует на дальнейшие хорошие, шикарные рецепты и методы готовки. Вот сейчас мы начинаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Для начала приготовим маринад, соус для нашего барашка. Дальше у нас, друзья, идет вот такой специй, который называется розмарин. След за розмарином, мой самый любимый ингредиент, это зира. Зиру тоже примерно одна чайная ложка, как и розмарин. Ее нужно вот так вот раскромсать или размельчить. В таком случае она аромат раскрывает очень хорошо. А теперь, друзья, очередь черного перца. След за перцем в ступку отправляем чеснок. ДимаTorzok Один из самых важных и нужных ингредиентов, друзья. А теперь, друзья, очередь томата. Вот такая полная-полная чайная ложка томата. А теперь, друзья, все хорошенько перемещаем. Все, друзья, довели до однородной массы. А теперь, друзья, непосредственно начнем работать над мясом. Для начала нужно сделать вот такие надрезы на мясе. Это все мы делаем для того, чтобы мясо хорошо впитало в себя соль и наш маринад. Соль, которую мы добавили в маринад, этого будет мало, поэтому мы вот так вот солим наше мясо. Вот так вот. Все. Все. То же самое надо сделать и с внутренней стороны. Но это мы вам показывать не будем. Вы это сделаете, как сами будете готовить по этому рецепту. А теперь очередь нашего супермаринада. А здесь, друзья, уже кто как хочет, так и обмазывает. Кто хочет руками, кто хочет в перчатках. Кто хочет без перчаток, кто хочет вот так вот шуткой. Но, я думаю, лучше будет если мы сделаем вот так руками. Что-то шуткой она не очень хорошо пошла. Аромат от маринада стоит на весь лес и на все горы. И ту же самую процедуру делаем и с внутренней стороны. Обмазали маринадом. Теперь нужно все это оставить минимум один час. Чем больше вы оставите, тем больше мясо впитает себя в маринад. Но мы находимся на природе, друзья. Нам ждать 3-4-5 часов не вариант. Поэтому полчаса-час и мы его отправляем вон туда, в нашу яму. Продолжение следует... Что делаем ты смещу? Вот так вот, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, наша печка готова. Мясо запекается. А теперь мы ждем ровно полтора часа. И через полтора часа мы будем дегустировать наше мясо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, будем с вами откровенны. Полтора часа в нашей яме для этого мяса оказалось недостаточно. Мы его обратно поставили и примерно еще час-двадцать готовили. Для идеального варианта достаточно будет ровно три часа. Ну, уже она у нас готова. Начинаем дегустировать. Возьми, Ахмед, поближе к камеру. Видишь, как течет сок. Посмотри сюда. Друзья, мясо запеклось шикарно. Стоит признать, что для такого блюда три часа обязательно нужно, если вы будете готовить именно по этому методу. Друзья, на этой прекрасной ноте, на этом прекрасном моменте я с вами вынужден попрощаться. Я хочу вам в этот прекрасный день, который начался, эту прекрасную ночь, точнее, в эту прекрасную ночь пожелать лишь одно. Чтобы у вас и у нас вместе над головой всегда было мирное небо. Чтобы ни бомбы, ни самолеты, ни танки не шмаляли, не стреляли. Еще раз желаю всем мирного неба, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.